Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями новостями из Швейцарии. И сегодня я хочу затронуть очень важную тему, которая возникла в комментариях у меня в связи с предыдущими событиями, когда как снежный ком навалились одни проблемы. И очень много было комментариев по поводу сглаза, порчи, зависти. И одна женщина даже привела пример Юлии Высоцкой, семью, когда у неё было очень много завистников, очень много, опять-таки, зрителей на её каналах, когда она начала готовить, очень много критики. И это всё повлекло за собой беду, когда её дочка впала в кому. И до сих пор, по-моему, она лежит. Поэтому хочу сегодня затронуть эту тему, так как у меня есть своя точка зрения на этот счёт. И, естественно, будет интересно пообщаться с вами в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Интересна эта тема? Поехали вместе со мной! Для начала хочу объяснить одну ситуацию, что когда я цитирую какие-то комментарии, и если они кому-то не нравятся, то это не значит, что я выискиваю плохие комментарии и только на негатив обращаю внимание. Нет. Значит, все мои сюжеты, они построены на вопросах зрителей, либо на каких-то интересных моментах. То есть, если я читаю комментарий и вижу какое-то недопонимание, как человек трактует, например, какую-то ситуацию совершенно неверно, то, естественно, я беру за основу этот комментарий и на нём строю свой сюжет, чтобы объяснить, например, как работает хор в Швейцарии, либо как я отношусь к чему-либо, потому что, например, у этого человека возникло совершенно неправильное, фальшивое восприятие. Я не считаю эти комментарии за негативными. Я эти комментарии воспринимаю как странные, необычные. И как человек, который всю жизнь работает с клиентами, естественно, хочешь, не хочешь, я увлекаюсь психологией, мне интересно докопаться до истины, понять, почему человек так сказал, почему он так подумал. И, естественно, живя в Швейцарии, я прекрасно понимаю, придерживаюсь принципов толерантности, я понимаю, что мы все разные, у нас разные точки зрения. Но я также чётко отделяю зёрна от плевел. Я понимаю, где есть момент другого мнения, а где есть момент перехода на личности, на оскорбление, на унижение. Поэтому, когда человек переходит на меня лично, вот ему не понравилась информация, которую я ему преподношу, вот ему не понравилась лично я, и он начинает мне рассказывать, что я где насосала, какие у меня дети и так далее. То есть этот человек моментально уходит в блог, и я это даже не обсуждаю и не задумываюсь, зачем он это говорит. Это же ясно и понятно, что у него что-то не в порядке с головой. Это не второе мнение, это проблемы у этого человека, которые мне абсолютно не интересны. Но если возникают вопросы, которые связаны с разностью менталитетами, когда я вижу, что человек, живя в другой культуре, вообще не понимает, о чём речь, то, естественно, я пытаюсь ему объяснить эту ситуацию. И вот также с вот этой проблемой сглаза, порчи, зависти и так далее. Я уже выпускала сюжет по поводу зависти. Я считаю, зависть — это самое ужасное, разрушающее чувство, которое уничтожает тебя самого, если ты начинаешь завидовать. И точно так же ревность. Мы рассматривали два этих ужасных чувства, которые разрушают и тебя изнутри, и человека, который находится рядом с тобой в случае, если ты ревнуешь. Если вам интересна эта тема, посмотрите в описании. Я дам ссылочку на этот сюжет. И многие там писали, опа, она уже к психологе подалась. Мне не надо подаваться к психологе. Я изучала психологию, когда училась в медицинской школе на терапевта, по массажу, и, естественно, постоянно работаю с клиентами, хочешь, не хочешь, а приходится интересоваться психологией. И тем более сейчас, когда я занимаюсь ещё коучем, мы как раз эту тему зависти и негативной реакции, мы это тоже хорошо прорабатывали, потому что ты каждый день с этим сталкиваешься, сталкиваешься либо по своей деятельности прямой, либо от клиентов, которые приходят и точно так же жалуются, что они там не могут чего-то добиться, потому что и пошло-поехало. Так вот, я абсолютно не верю в то, что можно навести какую-то порчу на человека и ухудшить его здоровье, либо нести какие-то замешательства, какие-то неприятности в его жизни. И несмотря на то, что в моих комментариях под моими видео обозначилась одна не совсем умная женщина, которая сказала, что да, это я тебе сглазила, ты теперь больше не сможешь не то, что танцевать, ты больше ходить не сможешь. Значит, Эльвира из Бостона, да, я, естественно, эту женщину заблокировала. После переписки с ней я поняла, что у неё уже какие-то очень серьёзные, глубокие проблемы. И даже такое говоря, то есть она берёт на себя ответственность за какие-то неприятности, которые происходят со мной, и тем самым она обозначает себя во Вселенной, что ей прилетит бумерангом. Даже если она это просто сказала и не делала, но в любом случае я в это свято верю, что всё, что ты посылаешь в этот мир, всё к тебе возвращается. Неважно, делаешь ты добро, ты получаешь в сто раз больше, либо ты кому-то желаешь зло, ты получаешь точно так же в сто раз больше. Прикину эту ситуацию, что вы же знаете, что есть в нашем мире политики, деспоты, тираны, которые издеваются над своим же народом, которые участвуют в разных войнах и так далее. И не один десяток человек, сотни, тысячи, миллион их желают ему смерти, проклинают его. Каждый день элементарно мамы, которые получают похоронку на своего сына, проклинают его, желают ему там смерти. С другой стороны, мамы, чьи дети умирают, на другой стороне точно так же желают ему смерти. Но этот человек до сих пор жив, и ничего с ним не происходит. То есть таких примеров можно привести море, поэтому я не верю в какие-либо сглазы, спорчи и так далее. А второй момент, почему одна женщина написала, что она следит за многими блогерами, и у них у всех часто начинают происходить проблемы. Счастье любит тишину, и когда начинаешь жить на показ, то, естественно, у тебя начинаются негативные моменты, так как тебя сглазили люди, которые тебя смотрят. И на это есть у меня объяснение, поправьте меня, если вы так не считаете. Значит, я думаю, что любой человек, который решился открыто показывать свою жизнь, как я, например, да, я веду блоги ежедневно, я показываю свою жизнь ежедневно. Естественно, это не 24 часа в сутки, вы видите 20 минут из моей жизни. И я стараюсь так построить сюжет, чтобы это была тема интересная к обсуждению. Да, вот что-то случилось со мной, вот, допустим, ситуация на хоре, да, с этой женщиной пожилой. И я вам её рассказываю, что вот так неожиданно в коллективе может появиться человек, который вроде бы, да, ты с ним нигде не пересекался, не общался, а он на тебя затаил какую-то обиду, и ты об этом можешь не узнать вообще, либо узнать в такой вот невинной ситуации, когда произошло недоразумение, когда она даже не поняла, что нужно сделать, и вот так вот просто ляпнула, да. И опять-таки нашлась женщина, которая увидела в этой ситуации негатив, что я жалуюсь бесконечно, что я рассказываю только гадости. Опять-таки каждый видит и слышит то, что он хочет, да, то, что его триггерит. Для меня эта ситуация, это ещё раз копнуть глубже и узнать, почему человек так поступил. И я очень рада, когда начинается дискуссия в комментариях, когда каждый высказывает своё предположение, свою точку зрения, почему эта женщина так отреагировала, и опять возникла тема зависти. Ну не может эта женщина мне ничем завидовать, потому что она меня даже не видит. Она сидит впереди, я сижу сзади, и во время хора ты просто поёшь, да, ты даже, у тебя нет времени с кем-то общаться, она даже имени моего не знала, поэтому я о зависти вообще никогда не думаю. Я этот момент не допускаю, потому что, ну как бы в моём окружении нет людей, которые бы мне завидовали, либо у меня вызывали подобные чувства. Вместо того, чтобы завидовать, можно радоваться за человека, особенно вот восторгаться, да, какими-то его успехами, о том, что он, несмотря на свой возраст, всё-таки решил заниматься спортом, несмотря на какие-то там горе и бедствия, всё-таки решился поменять страну, решился изучать новый язык. То есть вот такими людьми можно как бы гордиться, да, но завидовать чему-то, да, что вот она делает то, что не можешь делать ты, это опять-таки глупо, потому что этот поступок, он может тебя побудить делать то же самое, да, добиться того же. То есть он может с хорошей точки зрения подтолкнуть тебе, дать тебе толчок, что-то поменять в твоей жизни. А просто сидеть и завидовать, что она делает то, что ты себе не можешь позволить, это ничего хорошего в вашу жизнь не приведёт. Поэтому я всегда верю и надеюсь в то, что есть люди, которые просто не умеют распознать вот такие сигналы, что если у кого-то раздражает человек за то, что он чего-то добивается и что-то делает, то это раздражение не зависть, это, скорее всего, обида на себя, что он смог, а я нет. И чтобы себя не пилить лишний раз, да, что ты лентяй, что ты сидишь в этой своей коробочке и боишься выйти наружу, то тебе проще начать обижать, оскорблять другого человека, который хоть что-то делает и чего-то добивается. Но я не вижу здесь зависти. Это просто недалёкость, да, ума этого человека, который не может элементарно справиться с успехом другого. И почему у блогеров заметные негативные моменты элементарно просто? Они показывают каждый день своей жизни, да, вот я сейчас о себе говорю. Я показываю жизнь, как она есть, без прикрас. Вот я встала утром, даже не накрашенная, я не прихорашиваю специально, я не использую какие-то фильтры, чтобы выглядеть иначе, по-другому, я ничего из себя не строю. И многие мои подписчики, которые потом меня в реальной жизни встречают, они мне об этом и говорят, Татьяна, вот я обожаю твой блог, потому что ты, как обычный человек, да, без всяких понтов, без всяких там приукрашиваний. Вот тебя смотришь и реально понимаешь, что вот она жизнь, вот такая она жизнь. И когда происходят какие-то неприятности, то я и их показываю, я их не скрываю, как некоторые блогеры, например, которые показывают только розовые, там, зефирные моменты в жизни, да, то есть всё остаётся за кадром. Возьмём, например, ситуацию с фурункулами. Вы помните, у моей Миланы год они не проходили. И я эту тему активно освещала, хотя многие люди скрывают, да, такие вот моменты, когда он плохо выглядит, когда у него где-то что-то гниёт, это стыдно, это неприятно. Я эту тему поднимаю именно для того, чтобы люди, во-первых, понимали, что он не один с такой проблемой, что есть у других тоже такая проблема, а самое главное, как решить эту проблему. Потому что что мы только не пробовали, тоже было море советов в комментариях, и в итоге, когда Милане моей помогло, да, лечение окончательное, о том уже чётко, конкретно рассказала, расписала, что конкретно нам помогло, я уверена, что и море людей, благодаря этой информации, тоже справились со своей проблемой, с фурункулёзом. То же самое с зубами, да. Я не стесняюсь говорить о проблеме, и в то же время я запускаю эту тему для обсуждения, чтобы и другие люди, которые стесняются на эту тему говорить, которые не готовы, не материально, не морально обсуждать, им даже не с кем эту тему обсудить, они понимают, что они не одни, и плюс они видят, как можно решить этот вопрос, да, или там, допустим, сколько это стоит, какие есть варианты решения вопросов. Ну, то есть, поэтому вы и видите, что у блогеров что-то происходит, не только хорошее, но и плохое. Но уверяю вас, что это происходит у каждого человека. Просто кто-то это замалчивает, кто-то это скрывает, чтобы не показаться слабым, либо некрасивым, либо там, глупым, бедным, потерял деньги, никому не рассказывает, молчит, вовлекает своих друзей в это, понимаете? То есть, поэтому у вас создаётся впечатление, что у блогеров всё течёт по наклону, потому что они живут в открытую. И последнее, что хочу затронуть, это навязанный стереотип, опять-таки, у каждого свои понятия жизни, счастье любит тишину. Я такого лозунга не знаю и не слышала. Под меня совершенно другое убеждение, что посеешь, что пожнёшь. Поэтому, если я сею счастье, то, естественно, я и пожинаю счастье. А если счастье любит тишину, значит, в вашем понятии нужно рассказывать только о негативе, только о плохом. А плохое вы слушать не хотите, потому что, если вдруг я, не дай бог, рассказываю каких-то своих проблемах, я точно так же получаю в ответку, что я обсуждаю, обсасываю только негатив. Нет. Поэтому я призываю вас быть более открытым и понимать, что жизнь, она полосатая. Есть белая полоса, есть чёрная. У каждого из вас напишите мне, у кого не было чёрных полос жизни, где всё идеально, да, зефирный, розовый мир. Нету такого. Мало того, то, чем ты делишься, то ты преумножаешь. Вот это, я в это свято верю. И оно у меня так и работает, потому что, несмотря на то, что я даже иногда озвучиваю какие-то свои проблемы, я это делаю не для того, чтобы выплеснуть негатив, а опять-таки, из хороших же побуждений я делюсь своим опытом, что и бывают и такие ситуации, и болезни, и потери, и на ровном месте травмы, да, которые невозможно порой объяснить, чтобы опять-таки люди видели, как выйти из этой ситуации, как я справляюсь с такой проблемой, как я для себя её объясняю, да, что я буду делать в этой ситуации, и вдруг у вас потом когда-нибудь наступит точно такой же, у вас уже будет несколько вариантов решения этого вопроса. Понятно, что вы сделаете так, как удобно вам. Если вам неприятно смотреть на счастливых людей, если вас раздражают женщины, которые позволяют себе гордиться своими достижениями, которые не прячутся, а наоборот, в открытую показывают свои достоинства, не стесняются своих недостатков, ну то есть вот, я такая, как я есть, нравлюсь я вам или не нравлюсь, но я нравлюсь себе, я себя люблю в любом виде, да, кто-то мне пишет, Татьяна, подстригите волосы, не надо, отрастите, я себя люблю в любой стрижке, в любой прическе, в каждом периоде хочется что-то определённое, естественно, я не прислушиваюсь к посторонним людям, и по призыву подстричься я не бегу и не стригусь, но я позволяю себе быть разной, потому что я себя принимаю в любом состоянии, и тогда задайте себе вопрос, если вы во мне видите счастливого человека, что я делюсь на показ своим счастьем, и вас это разгрожает, и вы требуете от меня перестать это делать, потому что вам это не нравится, то сто процентов проблема у вас, спросите себя, почему, значит, вы всё это перечисленное себе позволить не можете, не хотите, ещё хочу сказать, да, там одна женщина опять-таки написала, это Татьяна постоянно хвастается своим мужем, я не знаю, что такое хвастовство, я показываю своего мужа таким, как он есть, и если я им восхищаюсь, горжусь, люблю, восторгаюсь, то, естественно, я об этом также позволяю себе, имею возможность об этом говорить, опять-таки, почему вы это слышите как хвастовство, вопрос к вам, значит, либо вам некем гордиться, либо то, что я рассказываю про своего мужа, находится за пределами вашего понимания, что это какое-то аномальное явление, что я хвастаюсь, значит, это негативное, это токсическое заявление, это я выставляю, смотрите, какой у меня муж. Нет, я никогда так своего мужа не выставляю, я рассказываю, какой он у меня есть, что в моих глазах мой муж выглядит совершенно по-другому, а не так, как они себе нарисовали, исходя из своего жизненного опыта и из своей картинки мира. Вот, поэтому вы видите, как многогранна наша жизнь, как одно и то же люди воспринимают по-разному, и, естественно, когда ты блогер, когда ты делишься как хорошим, так и плохим, естественно, ты получаешь в ответ как хорошее, так и плохое. И я безумно счастлива, что у меня на канале образовалось сообщество людей, которые со мной на одной волне, и 90% это позитивные, потрясающие, добрые люди, которые воспринимают мои сюжеты, мою информацию именно так, как я хотела ее донести. Считанные единицы видят это в искаженной призме, но, опять-таки, имеют на это право, да, вот, поэтому глупо еще считать, что если ты делишься своей жизнью, то ты обязан, да, ты будь готов, что тебя будут уничтожать, оскорблять и так далее. Это позиция страуса, это позиция человека, который не может расставлять свои границы. Слава Богу, мы находимся в мире интернета сегодня, и мы можем себе позволить общаться с теми людьми, с которыми мы хотим, слушать информацию, информацию, которая нам нужна, и удалять, заблокировать информацию, которая нам не приносит ничего умного и интересного. И точно так же блокировать людей, которые тебе не интересны, и их мировоззрение тебе никогда не будет понятно, да, то есть это с другой планеты люди. И элементарно изобрели инструмент, просто отправил в банк, и не тратишь на это время. Поэтому я не считаю, что я, будучи блогером, должна, обязана выслушивать помои на свою голову, оскорбления, пожелания смерти и так далее. Нет. Элементарно всё решается блокировкой, да. Поэтому желаю вам, чтобы у вас всегда был позитивный настрой, и вы были открыты не только к миру, но и к другим людям, и вы строили свою жизнь таким образом, что ежеминутное ощущение счастья от того, что ты живёшь так, как ты хочешь, так, как тебе удаётся, и это для тебя именно самый лучший вариант, а не для кого-то, да, чтобы кому-то угодить. И именно находясь в таком состоянии, вас не будут раздражать ни другие люди, ни так, как они неправильно живут, ни их ошибки орфографические, ни их стилистические ошибки, ни их макияж, прическа, мытая, немытая голова. Нет, вам будет всё равно, потому что вы одну аксиому себе в голове, да, закрепили, что и это имеет право быть. Это другое, это не такое, как я понимаю, принимаю, но оно есть, и мы от этого никуда не денемся. И так сразу намного проще воспринимать мир, информацию и других людей. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Я желаю вам прекрасного настроения, лучезарных улыбок, а мы увидимся с вами уже завтра. Пока-пока, дорогие мои. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...